Привет, спортсмены и валильщики! Надеюсь, ваша спортивная неделя была насыщенной. Если же вы пропустили то или иное состязание, не знаете, какой был счет в матче любимой команды, вам сюда. Это программа «Дополнительное время» — еженедельный дайджест спортивных событий закрытого города. Готовы? Тогда на старт! Внимание! В Саранске прошли соревнования «Шумбрат молодость» по художественной гимнастике. В состязаниях приняли участие и спортсменки Дю Шикар. В групповых упражнениях победителем стала команда «Ассорти». Серебряную медаль завоевала команда «Конфетти». Бронзовые награды домой привезли девчонки из команды «Кокетки». В личном первенстве среди гимнасток 2011 года рождения серебряным призером соревнований стала Дарья Чуканина. А еще в Дю Шикар появился новый тренер по художественной гимнастике. Все подробности далее. За плечами Юлии Никольской победа на всероссийских и международных соревнованиях. Завершив спортивную карьеру, она работала тренером по художественной гимнастике Академии Ирины Виннер в Саранске. Но по семейным обстоятельствам переехала в наш город и теперь передает накопленный опыт юным саровчанкам. Я очень надеюсь, что со временем у меня получится все это передать деткам. Потому что я прошла этот путь спортсмена. Это было очень интересно, увлекательно. Юлия считает, что художественная гимнастика – самый красивый и женственный вид спорта. Но добиться успехов в нем можно только кропотливой работой по чутким и грамотным руководствам тренера. Свою линию педагогической работы Юлия уже выстроила. Тренер, конечно, в первую очередь для своих спортсменов должен быть авторитетом. А авторитет положительный, как правило, он всегда возникает с собственного примера. Уравновешенность и спокойствие – одни из важных качеств тренера, считает Юлия. Чтобы юные спортсмены смогли чему-то научиться, наставник должен уметь держать внимание детей и сохранять дисциплину. Юлия раздает четкие команды и указывает на недостатки. Вместе с воспитанницами она готовится к выездным соревнованиям. Пусть я не так много их знаю, но тем не менее, какой-то, я думаю, совет и наставление смогу им передать, чтобы им было легче выступать. С приездом нового педагога у девочек нашего города появилась дополнительная возможность записаться в секцию по художественной гимнастике и реализовать себя в этом виде спорта. Руководству спортивной школы осталось решить вопрос с отдельным залом для занятий юных гимнасток. Сейчас они вынуждены проводить совместные тренировки с легкатлетами или заниматься в бассейне «Дельфин». Елена Грецкова, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров, 24. На этой неделе в пожарной части номер 4 завершились соревнования по волейболу. Участвовали, естественно, исключительно огневорцы. Первое место заняла команда части номер 3, второе у команды части номер 6 и бронза досталась пожарной части номер 2. Волейболисты ядерного центра победили в турнире Кубок НИИС. Помимо команды нашего города в нем приняли участие еще 5 команд, входящих в госкорпорацию «Русатом». Первую игру в первой группе команд Арфиас Венеев выиграл со счетом 2-0 у «Салюта-27». Затем была более сложная игра с командой «Гипрогазцентр», в которой наши спортсмены также одержали победу со счетом 2-1. В полуфинале саровчане встретились с хозяевами турнира НИИС и Минис Седокова. Итог 2-0 в нашу пользу. В финале наши спортсмены уверенно победили с разгромным счетом в партиях 2-0. Отличные новости из мира единоборств. Саровчанин Юрий Пенегин стал двукратным чемпионом мира по самбо. Ежегодный чемпионат по самбо среди ветеранов-мастеров прошел в городе Касабланка, в Марокко. В соревнованиях приняли участие более 450 спортсменов из 32 стран. Саровчанин Юрий Пенегин вошел в состав сборной России и выступал в этом году в возрастной группе 45-49 лет до 100 кг. В финале он встретился с бывшим соотечественником, который выступал за Германию и выиграл со счетом 3-0. Отличный результат. Продолжается выездная серия игр «Ух и косаров». 28 октября ребята провели встречу с командой «Торпедо» из Усть-Каменогорска. Хозяева льда задали тон с первых минут встречи, двигаясь на высоких скоростях от периода к периоду, только наращивая темп. Наши профессионалы смогли лишь размочить счет. Итог игры 6-1 не в нашу пользу. Единственную шайбу ворота соперников забросил Забубарин Владимир на 35-й минуте. Следующий матч в Караганде 30 октября также не принес долгожданной победы. 2-1 в пользу казахской команды. В прошлые выходные в зале для пулевой стрельбы на «Авангарде» прошло открытое первенство и чемпионат города по стрельбе. В галерее наведывалась Елена Горецкова. Все подробности прямо сейчас. Несколько секунд на прицеливание и выстрел. Пуля вылетает из ствола спортивного оружия со скоростью 500 км в час. В пулевой стрельбе спортсмен ведет самую трудную борьбу – с самим собой. Здесь важно уметь владеть собой, показать все то, чему научился на тренировках. Милана Воробьева занимается стрельбой с пневматического пистолета три года и уже имеет первый разряд. Стрельба повлияла на мой характер и стала смелая, устойчивая, целеустремленная. Чемпионат города по пулевой стрельбе традиционно проводится по четырем дисциплинам. Участники стреляли из малокалиберных и пневматических пистолетов и винтовок. Дистанция до мишени и количество выстрелов зависят от упражнений, которые выполняются из конкретного вида оружия. Есть упражнения Леши – 60 выстрелов, есть 120 выстрелов из трех положений, есть пистолет – 60 выстрелов, 40 выстрелов. То есть разные упражнения, они также делятся на олимпийские дисциплины и неолимпийские дисциплины. Городские соревнования берут свое начало в середине прошлого века и традиционно собирают спортсменов разного возраста. Несколько лет назад организаторы решили сделать турнир открытым. Это увеличило количество спортсменов и положительно повлияло на уровень подготовки местных стрелков. Конкуренция. У нас приезжают достаточно сильные стрелки из Нижнего Новгорода. Это помогает нам расти, нашим спортсменам. В этом году в открытом чемпионате по пулевой стрельбе приняли участие более 50 человек. Наш город представляли воспитанники детской и юношеской спортивной школы ИКАР, участники Городской Федерации по стрельбе. Каждый из спортсменов получил возможность показать свой потенциал и обменяться опытом. Победители были награждены дипломами и памятными подарками. Елена Грицкова, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров-24. В начале я уже рассказывал про соревнования на территории одной из пожарных частей города. Но соревнуются пожарные не только между собой, но и организовывают соревнования для детей. Одно из таких состоялось в первой пожарной части в прошлые выходные. Для сотрудников завода внефтематические соревнования в пожарной части номер один стали уже хорошей традицией. В третий раз в спортивный зал огнеборцев они приходят не только поучаствовать, но и поболеть за своих коллег, узнать что-то новое из жизни части и нарядиться в боевку. А сотрудники пожарной части каждый год стараются сделать праздник особенным, привнося в него новые элементы и конкурсы. В этом году в программе соревнований появилось испытание «Задымленные помещения». На новом конкурсе мы сымитируем задымленную квартиру, скажем так, откуда надо будет достать пострадавшего человека. Ну, пострадавшего человека, это громко сказано, будет мягкая игрушка. Ее надо будет найти в дыму и вынести на свежий воздух. До задымленного помещения команде необходимо было дойти в связки, собирая по ходу движения амуницию пожарного, преодолевая препятствия и помогая товарищам. Имитация действий на пожаре и работа в команде была по душе не только взрослым, но и детям. Как рассказал председатель правкома завода внефтематерина Харькова, эти соревнования – отличная команда, образующая практика для заводчан. Они даже, поверьте мне, на заводе никогда не встречаются, друг друга не знают. И вот только здесь приходят и работники завода, даже здесь, на таких переприятиях, знакомятся между собой. Это же здорово, когда приходят с семьями, отдыхают вместе, веселятся, получают массу положительных эмоций. По правилам финального конкурса, в котором необходимо было найти пострадавшего в дыму, завершающий этап проходили только взрослые участники команды. В помещение капитаны попадали только с условием, что на них надет настоящий противогаз. Без него дышать в палатке нельзя. Сотрудники пожарной охраны, конечно, сделали условное задымление помещения, но там действительно ничего не видно и без противогаза находиться, ну так себе. Более десяти испытаний противопожарной направленности подготовили сотрудники СПЧ номер один. Облачиться в форму на время, нарисовать агитплакат, пройти пожарную эстафету и даже потушить настоящий огонь из огнетушителя. Проигравших на этом спортивном празднике не было. Каждый из четырех команд стали победителями в уникальной номинации. А что еще надо для семейного праздника? Кирилл Васенин, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24. Третьего и четвертого ноября в легкоатлетическом манеже Эсканию Нердио шикарно проспекте Музруково состоится 25-й традиционной матчевой встречи по легкой атлетике на призы заслуженного мастера спорта Татьяны Фировой. Начало соревнования 3-го ноября в 15 часов, 4-го ноября в 10 утра. Такой была эта спортивная неделя в Сарове, состоящая из побед и поражений, успехов и неудач. Хотите быть в курсе всех наших новостей, первым узнавать самую актуальную информацию или быть героем наших сюжетов и программ? Подписывайтесь на наш канал на ютубе и присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук, Инстаграм и Одноклассники. Всем побед! Пока! Субтитры подогнал «Симон»!